Кашель Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Все мы знаем о таком неприятном явлении, как кашель. Он может возникнуть когда угодно, даже летом. Ну а в зимнее время, когда холода, когда слякоть, когда дождь, кашель возникает в 2-3 раза чаще. И кто не любит сильно заморачиваться на синтетические таблетки от кашля, кто любит применять различные народные рецепты, различные натуральные рецепты, сегодня будет отличный рецепт. Конечно же, применяйте 2 и 3 рецепта одновременно из моего плейлиста. А плейлист мой включает уже более 100 самых лучших, самых эффективных народных рецептов при кашле, простуде, бронхите и других подобных заболеваниях. Ссылочка на этот уникальный плейлист появится в конце этого видео. Обязательно туда перейдите, сохраните его, там есть такой плюсик сразу же. И весь плейлист уже у вас на канале. Не спеша пересматривайте рецепты и начинайте при необходимости применять 2 и даже 3 рецепта. Ну а рецептик на сегодня такой. Сегодня у нас второй рецепт с луком. Можно эти рецепты чередовать, так как прошлый рецепт был с сырыми компонентами, а сегодня у нас будут вареные компоненты с луком. Берем небольшую кастрюльку, чем она будет меньше, особенно по объему, тем лучше. Дальше небольшие луковицы, 2 или даже 3 луковицы. Хорошо их моем, шелуху не снимаем. Главное качественно их прямо с шелухой вымыть. Кладем эти луковицы в нашу небольшую кастрюльку, заливаем водой и ставим на пламя. Думаю воды там будет примерно пол-литра. Доводим до кипения и легенько на пределе закипания кипятим. Кипятим 40 минут. Потом закрываем, отставляем кастрюльку, желательно ее еще укутать на пару часов. Дальше, после того, как 2 часа все настоится, лук оттуда выбрасываем. Далее берем мед, любой, главное, чтобы он был натуральный. Не покупайте мед у случайных людей, в магазине и так далее. В своем регионе найдите пасечника, позвоните к нему, поедьте. Проверьте, чтобы у него хотя бы стояли эти улья, чтобы он не был каким-либо перекупщиком китайского суррогата, так называемого китайского меда. И купите себе меда на целый сезон, на целый год. Берем мед и 3 больших столовых ложки, желательно с горой, туда помещаем. Если мед у вас жидкий, значит 4 столовые ложки получается без горки. Очень важно, чтобы уже раствор остыл и был еле теплый, максимум 45 градусов. Хорошо перемешали мед с этим сиропом. И наш третий компонент – это сливочное натуральное масло. Купите масло подороже, так как в нем содержится большое количество животного жира. А в дешевом масле сливочном, как правило, большое количество пальмового масла. Обратите на это внимание. Идеально подойдет топленое масло. Если вы можете сделать топленое масло или купить у проверенных людей, у вас на базаре продается топленое масло, это будет в самый раз. Итак, добавляем сюда 3 ложки с горой сливочного масла. Еще раз хорошо все перемешали. У нас наш состав теплый, он полужидкий. Можно его перелить в соответствующую тару. Желательно, конечно, чтобы тара была стеклянная и с широким горлом. Чтобы было удобно набирать, чтобы ничего не разбить. Хранить такое снадобье необходимо в холодильнике. Не более 5 дней. Набираем 1 столовую ложку данного снадобья, помещаем его в чашку и чашку ставим для того, чтобы она нагрелась после холодильника, наше снадобье, в хорошо теплую воду на 15-20 минут. После этого или ложкой, или если оно жидкое, просто выпиваем. Так можно делать до 4 раз в день. После того, как вы выпили, не кушаем, не пьем 45 минут. Очень важно начинать лечение в первый день развития кашля. Тогда кашель можно излечить за один день. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.